Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ-ТВ». Мы вам расскажем о важных, на наш взгляд, событиях, произошедших в начале ноября в Казанском федеральном университете. Итак, сегодня в программе. Как работает механизм старения? Почему люди начинают стареть? Можно ли продлить активную жизнь? Об этих проблемах и не только говорили на международной научной конференции «Посгеном-2018» в Казанском федеральном университете. Рейтинги рейтингом рознь. Казанский федеральный продолжает свою позитивную динамику движения в глобальном научно-образовательном пространстве. Какие механизмы запускают в организмы человека процессы старения? Когда это начинается? В 20 или 40 лет. А может, мы уже обречены на старение изначально, с момента зачатия? Гренландский кит живет 212 лет. Мышь – 3-4 года. И это при том, что набор генов, в общем-то, по большому счету, у млекопитающих одинаковый. Как задействовать тайные пружины и законы природы для увеличения активной продолжительности жизни человека, сравнимой с гренландским китом? То есть до 212 лет. Что такое персонифицированная медицина? Корнем прилагательно персонифицированная является существительная персона. То есть речь идет о медицине, учитывающей индивидуальные особенности человека при диагностике, профилактике, лечении заболевания на генном уровне. Но ведь исследование на генном уровне – это очень дорого. Означает ли, что сие удовольствие – это медицина для богатых? Или нет? Эти и множество других вопросов звучали на 5-й международной конференции «Постгеном-2018», проходившей в начале ноября в Казанском федеральном университете. Литмотив конференции – в поисках моделей персонифицированной медицины. В начале ноября в Казанском федеральном университете прошла 5-я международная конференция «Постгеном-2018». В поисках модели персонализированной медицины. Собрались специалисты из разных уголков мира – Японии, Канады, Дании, Индии, Германии, Швейцарии, Польши, Ирана. Здесь представлены ведущие университеты России. Конференция проводится уже в пятый раз, причем три последних из них проводились в Казанском федеральном университете. Было много докладчиков со всех стран мира практически. Очень интересные доклады идут о развитии в области онкологии, в области регенеративной медицины, в области микробиома человека. Это все те направления, которые мы и в Казанском университете активно развиваем. И конференция дала нам возможность пообщаться с ведущими специалистами в этих областях, обменяться мнениями, показать свои достижения, свои наработки. Удалось провести экскурсии по лабораториям Казанского университета. И коллеги очень высоко оценили наш уровень и оснащения, и научных исследований, которые проходят в стенах Института фундаментальной медицины и биологии. Для себя мы наладили контакты и обговорили шаги по дальнейшему сотрудничеству с учеными из Франции, из Германии в области микробиомных исследований. Ну и традиционно, конечно же, в области регенеративной медицины были очень интересные доклады коллег, например, по гемопоэтическим стволовым клеткам, по трансплантации костного мозга. И как можно увеличить эффективность подобной трансплантации, сочетая это с персоналифицированным подходом и трансплантацией, еще и мезинхимных, так называемых, стволовых клеток человека. Действительно, термин персонализированная медицина, он немножко неточный. И создается впечатление, что это действительно медицина только для богатых. На самом деле, во всем мире сейчас от этого термина понемножку отказываются и входит в обиход его синоним практически, но более точно отражающий цель медицины – это прецизионная медицина. То есть не всегда для больного создается лекарственный препарат, который подходит только этому больному. На самом деле цель медицины – это разбить пациентов на группы и в зависимости от определенной группы, к которому он попадает, на основании современных высокотехнологических методов омиксных анализов, это и геномики, и протеомики, и метаболомики, назначить правильное лечение. То есть здесь, конечно же, развитие медицины дальнейшее связывает с развитием высокотехнологичных методов. И на первых этапах эти методы действительно могут быть дорогостоящими. Но, как и с любыми другими технологиями, со временем это дешевеет. Например, первый геном человека, был международный проект «Геном человека», занял 15 лет и стоил 3 миллиарда долларов. Сейчас уже можно сделать геном человека за менее чем 1000 долларов и за пару дней. То есть, видите, буквально за десятилетие с 3 миллиардов цена упала до менее чем 1000 долларов. И мы рассчитываем, что развитие технологии позволит и еще больше снизить себестоимость таких исследований. Таким образом, уже в ближайшее время генетическая паспортизация, то есть создание генетического паспорта и внедрение геномных технологий в практическую медицину преодолеет определенный финансовый порог и станет доступным для всех. Персонифицированная медицина, то есть, безусловно, самое актуальное направление сегодняшних исследований, это разработка таких подходов, которые помогли бы персонализировать лечение. Значит, человек, каждый индивидуум очень имеет свои какие-то особенности. Во многом они лежат в основе генетических факторов. Я заведую лабораторию генетики человека. Собственно, мы вот такие генетические факторы исследуем и считаем, что понимание особенностей, начиная от такого генетического уровня, помогает, поможет в перспективе разработать персонализированные методы лечения, которые будут уже работать не просто, как для всех, значит, на уровне индивидуального, оптимизированного под конкретным пациентом. Наверное, персонализированная медицина дорого, но когда-то и МРТ-прибор был дорог. Когда-то и проточный цитометр стоял в двух-трех центрах в Москве. Особенность персонализированной медицины ровно в том, что мы не меряем среднюю температуру по больнице. Мы оцениваем состояние человека как такового, его возможную генетическую историю по родственникам, предкам. А также мы смотрим, как конкретно этот человек со всеми его нюансами, образа жизни, здоровья, возраста, всего остального, отвечает на конкретный препарат. И в этом самая большая ценность медицины. Я даже уверена, что она будет в итоге дешевле. Потому что тратится очень много денег на базовую диагностику, базовую терапию. Она оказывается неправильной, нерелевантной, неэффективной. И вроде все прошло правильно по протоколу, а пациент по-прежнему болен. Во-первых, о сборе данных, а во-вторых, о том, что нам эти данные не с чем сравнивать. И поэтому информатика, биология больших данных, которая позволяет более-менее понимать связи между причинами и следствием, нам в итоге позволит соотносить данные о пациенте, который мы собираем, с известным уже объемом информации, чтобы более-менее прогнозировать, понимать и корректировать и лечение, и профилактику, и поддерживающую терапию дальше на протяжении жизни. Я бы это так назвала. Что основная задача борьбы с раковыми заболеваниями – это уничтожение опухолевых клеток. А при этом программируемая гибель клеток, то есть генетически детерминированный процесс, который свойственен и нормальным клеткам тоже. Но, например, в процессе эмбриогенеза часть клеток, выполнив свою функцию, умирают. И задача заключается в том, чтобы использовать природный механизм для того, чтобы искусственно убить раковую опухоль. Причем убить ее таким образом, чтобы нормальные ткани и клетки были живы. Более того, существует несколько типов программируемой гибели. И вот последние тенденции, мои лаборатории именно на этом сфокусированы, определить баланс между различными программами гибели клеток. Потому что часть опухоли клеток могут быть резистентны к одной программе, но за счет того, чтобы эллиминировать или активировать другую программу, можно их сделать с чувствительными к первой. То есть существует баланс. Рак абсолютно невозможно победить одним препаратом. Должен быть комплекс препаратов. И вот препараты против активирующей программируемой гибели, они обязательно должны входить в этот комплекс. И вот за счет того, что существуют вариации между различными комбинациями, благодаря этому опухоль не должна вернуться. Вся внутренняя медицина сейчас находится в ситуации, когда она должна быть пересмотрена с точки зрения работы клеток-регуляторов. Хочу настоять на этом, показав пример. У нас есть такое заболевание в онкологии, которое называется хронический мелолейкоз. Ему давно была известна филографийская хромосома, которая была диагностирована американцами. Это заболевание абсолютно смертельное. Чем бы его ни лечили, заканчивалось смертью. До тех пор, пока не был установлен молекулярный дефект. BCR-ABLE дефект, в рамках которого были реализованы несколько клинических проявлений этого заболевания. Но самое главное, был предложен ингибитор теразинкиназы, выполняющий функции соединения этого звена. Как только он был обнаружен и только появился, и он появился в виде таблеток, и пациенты стали получать таблетки. Вся клиника, которую мы неистово лечили, используя химиопрепараты, цитоферез, хирургические методы лечения, трансплантацию костного мозга, отпал сам по себе, потому что оказалось, что как только найдена конкретная причина дефекта, можно достичь молекулярной ремиссии амбулаторно, получая этот препарат, все остальное уходит. Также уйдет и все другие заболевания, когда мы достигнем медицинского и биологического счастья, установив для каждого человека его персонифицированный дефект, которому может быть предложена терапевтическая опция. Собственно, очень актуальна именно тематика этого года, то, что поиск моделей персонализированной медицины, мы как ученые, занимающиеся изучением возбудителя туберкулеза, очень часто сталкиваются с ситуацией, что наши эксперименты глубоконоучные, касающиеся именно фундаментальных исследований, фундаментальных основ, патогенеза, остаются в стороне от медицины, от каких-то разработок, от проблем, с которыми сталкиваются непосредственно врачи в клиниках. На базе данной платформы, данной конференции мы можем напрямую пообщаться с коллегами именно из медицинских учреждений, обсудить совместно, с какими проблемами сталкиваются они со своей стороны, с какими проблемами сталкиваемся мы, и пытаться искать пути решения основных проблем уже непосредственно совместно в коллаборации друг с другом. На этой конференции был прекрасный уровень пленарных докладов, по моему мнению. Они отвечали нескольким тематикам и были представлены в очень такой форме замечательной, то есть на мировом уровне просто были все пленарные лекции, и все это было очень хорошо организовано. Тренд конференции – это чтобы было понятно, как самые последние достижения фундаментальной науки могут применяться на практике. И вот эта конференция действительно отразила самые последние направления, которые уже идут прямо в трансляционную медицину. Кстати, я хотела бы еще отметить лекцию академика Габибова, которая была посвящена тематике, которая совсем недавно получила Нобелевскую премию, он тоже работает в этой области. И достижения российской науки в этой области, фаговый дисплей и то, за что была получена Нобелевская премия, вообще совсем даже мирового уровня, то есть совершенно ничем не проигрывает. И особенно это видно на конференции с приглашением иностранных ученых, когда идут доклады из российских лабораторий и зарубежных лабораторий, видно, что уровни очень близкие, если даже не выше иногда. Вот это очень радостно. Во-первых, чтобы понять, когда начинается старение, можем посмотреть на смертность. Ну, часто люди говорят, что вот something ages if it's more likely to fall apart tomorrow than today. То есть то, что с большей вероятностью умерет завтра, чем сегодня, это значит стариться. Ну, это как мы видим, например, на примере человека. Ну, вот здесь график смертности для человека мы построили. И это в логарифмической шкале, обратите внимание, от самого рождения до смерти. И вы видите, что на мужчинах, женщинах или вместе все одинаково себя привлечь на себя ведет. Вы видите, что смертность с возрастом увеличивается, но вы видите, что самая низкая смертность, вот порядка 9 лет, как мы нашли, но потом она вдруг начинает увеличиваться снова в раннем возрасте. Я вот недавно делал семинар на факультете системной биологии в Гарварде. Я задал вопрос, тот же самый вопрос. И мы долго спорили, потому что, например, один профессор говорил, что однолетний ребенок является старше, чем пятилетний ребенок. Он был абсолютно в этом уверен, потому что он считал, ну как, вот самая низкая смертность в 9 лет, у ребенка одного года больше вероятность смерти, чем в 5 лет, значит, он с возрастом молодеет. Ну, как бы, разумно это ли? Мне кажется, не очень разумно. В общем, вот такой парадокс. Ну хорошо, это смертность. А давайте посмотрим, например, смертности от заболеваний, которые связаны со старением. Рак, болезнь сердца и так далее, сепсис. Вот вы здесь видите, они абсолютно себя так же ведут. Точно так же есть минимум, и вероятность этих болезней, она увеличивается высока в ранней жизни. То же самое вероятность рака. Более того, даже если вы посмотрите на вероятность похода к врачу, то же самое получается. Ведь мы так называемый U-shaped curve, как бы в виде U. Все-таки нет у ученых и у врачей понимания, что же такое процесс старения, когда он начинается, когда он заканчивается. Дискуссия открыта. Вот произошел обмен мнениями, даже во время конференции докладчики предложили проголосовать, ну просто поднять им рук, кто что считает. И аудитория регулярно делилась, например, на одинаковые группы. Кто-то считает, что старение начинается в момент зачатия, кто-то считает, что по достижению определенного юношеского возраста науки это пока неизвестно. Я считаю, что это серьезная серия конференций, которая, это уже пятая, если мне не изменяет память, она, кстати, проходит уже на Казанской земле в третий раз здесь. Это очень сильная конференция, объединяющая врачей, специалистов в области институционной медицины и специалистов в области химии и биологии, фундаментальных областей. Все ученые и делегаты этой конференции стараются говорить на понятном друг другу языке. Это очень важно. И я вам скажу, что, в общем, уровень этой конференции абсолютно соответствует самым высоким международным стандартам. Мне очень приятно сказать хорошие слова о Казани. Я говорю всегда с этой трибуны. Я живу благодаря Казани. Моя мать была с Академии наук эвакуирована. Здесь вы знаете, сколько было людей спасено. Я должен сказать, что Казань – это серьезный научный центр. Он таковым был в царской России, в советское время. А сейчас удалось не только сохранить, но приумножить. И это неприятные слова. Во-первых, как выглядит город – это тоже очень хорошо. Во-вторых, университет получил некий импульс развития. Как в приборном, так и в интеллектуальном положении. Я был президентом Европейской ассоциации биохимиков. Я много езжу, я много приглашаю с докладами. Я должен сказать, что университет сейчас на очень хорошем уровне. Задача – не потерять этот уровень, не уменьшить и, конечно, способствовать закреплению молодежи. Оргкомитет конференции возглавил в качестве сопредседателей – ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров и Вадим Говорон, генеральный директор Центра физико-химической медицины России. Конференция уже в третий раз проводится в нашем университете, за что я хотел бы выразить особую благодарность академику Говорону Вадиму Марковичу, руководителю научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России. Наш форум собрал сегодня выдающихся профессионалов в своих областях, что, несомненно, свидетельствует о растущем интересе к нему. И, как только что было сказано Вадимом Марковичем, я думаю, будут и интересные дискуссии, очень полезные, особенно для тех, кто работает сегодня в клинической медицине. Когда-то, в 2010 году, когда в России не так хорошо знали технологию параллельного секвенирования, масс-спектрометрии, биоинформатики, группа энтузиастов собралась в Московском государственном университете и дала старт вот тому, что сейчас называется постгеном. Но прошло уже 8 лет, и, в общем, на самом деле сейчас это какая-то рутинная лабораторная практика. Весь мир, между тем, живет идеями трансляции. То есть, как сделать так, чтобы те знания, которые получаются в фундаментальных лабораториях, постепенно, с пониманием, акцептировались практиками различных специализаций, в том числе и, конечно, медицинскими практиками, потому что медицина, как одна из, значит, довольно существенных для всех сидящих, и не только сидящих людей, область человеческих знаний нуждается в новых технологиях. На конференции также были подведены итоги конкурса молодых ученых. Жюри отобрало 9 лучших докладов конференции. Два из них — это работы молодых исследователей КФУ. Вообще, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров должен быть доволен. То, чего он так долго добивался, случилось. Похоже, есть серьезные шансы на то, что конференция будет проводиться в университете в будущем на постоянной основе. На встрече ректора университета с академиками Российской академии наук эта идея прозвучала, правда, со сдвигом даты проведения конференции в сторону летних месяцев и с приглашением к участию нобелевских лауреатов. Прорывные исследования в молекулярной медицине, генной инженерии позволяют надеяться на решение множества проблем, связанных с неизлечимыми на сегодня хроническими заболеваниями. Мой коллега Рустам Вафин, как всегда, имеет свои соображения по этому поводу, и я с удовольствием ему передаю слово. Ключевым событием на минувшей неделе в жизни Казанского университета стала 5-я международная конференция «Посгеном-2018», проведенная на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, и собравшая ведущих генетиков, специалистов по молекулярной биологии, биоинжиниринга России, а также представителей мировых исследовательских центров. Наверное, не ошибусь, я скажу, что как минимум половина темы обсуждения этой конференции так или иначе были связаны с проблемой диагностики и лечения онкологических заболеваний, что неудивительно, ведь именно генетика сегодня выдвинулась на передний план борьбы с онкологией, именно с уходом на генный уровень профилактики и лечения раковых заболеваний сегодня связываются все надежды на избавление человечества от ужаса перед этим страшным недугом. Не случайно Нобелевскую премию в области медицины в 2018 году получили ученые из Америки и Японии Джеймс П. Эллисон и Тас Ханзё за разработку новых лекарств, препаратов для терапии данного заболевания и их внедрения в практику. В контексте прошедшего мероприятия хотелось бы обратить внимание на интересную, на мой взгляд, деталь, а именно на те два подхода, которые исповедуются исследователями для снижения остроты проблемы рака. Первую можно обозначить как традиционную. Современная медицина вполне успешно научилась справляться с онкологическими заболеваниями, выявленными на ранней стадии и в рамках традиционного подхода. Ключевая проблема – это именно ранняя диагностика. Разработка методов и технологий, которые позволят бы выявлять такие заболевания на ранней и даже сверхранней стадии. Не слишком дорогих технологий, готовых к массовому внедрению в рамках уже существующей системы медицинского обслуживания, бескоренной модернизации. В идеале при таком подходе ранняя диагностика онкологии должна быть включена в рамки стандартных медосмотров, примерно так же, как сегодня включена в стандарты диагностика гепатитов или ВИЧ, и тестироваться при обычном анализе крови. Собственно, если посмотреть на те разработки, которые ведутся в Казанском университете в области борьбы с онкологией, самые известные из них ведутся именно в рамках этой парадигмы. То есть традиционные и, наверное, самые известные из проектов, которые на слуху, с которыми связываются большие надежды – это совместный проект с японским рекеном по разработке тестов, способных определять онкологию на ранней стадии через процедуру анализа крови. Без сложной биопсии, без травматического забора тканей, или исследования по выявлению предрасположенности к тем или иным онкологическим заболеваниям на генном уровне, которые тоже ведутся в КФУ. Другой подход. Очень условно его можно обозначить как волшебная пилюля. Разработка принципиально новых лекарственных препаратов, способных вылечивать различные формы рака на почти любых стадиях, вплоть до терминальных. Собственно, за эту волшебную, в кавычках, конечно, пилюлю, и была вручена в этом году Нобелевская премия. Если в двух словах, то препараты, разработанные на основе исследований Тасука Ханзё и Джеймса Пи Эллисона, нейтрализуют белки, которые маскируют раковые клетки от иммунной системы человека. При помощи этих препаратов раковые клетки маркируются, восстанавливается система свой-чужой, и иммунная система человека сама справляется с данным заболеванием. Известны случаи, когда с помощью этих препаратов были выведены на стойкую ремиссию пациента с четвертой стадии рака молочной железы, и это воспринимается как чудо. А человечество любит чудеса. Поэтому при сравнении двух подходов, тот, который практикуется в КУ, выглядит, разумеется, менее выигрышным. Но справедливости ради исследования свежеспеченных нобелевских лауреатов поддерживаются традиционными фармацевтическими гигантами, ресурсами, которые, увы, недоступны нашим ученым. Тема активного долголетия, я подчеркиваю, активного, а не долгого, безрадостного, мучительного продления остатка своих дней в тягость близким и родным на больничной койке, всегда занимала ум и человечество. А с учетом развития современной науки, ее достижений, эта тема становится все более реальной, и от этого еще более желанной. И в продолжении этой темы я передаю слово своему коллеге Алиберту Бигбову. В начале ноября в Казани прошла пятая международная конференция «Посгеном-2018» с названием «В поисках модели персонализированной медицины». В КФУ собирает лично эту конференцию уже в третий раз. В наших стенах собрались ведущие, эксперты и ученые по персонализированной медицине с разных уголков земного шара. Сотрудники КФУ представили совместные коллаборации вместе со Страсбургским университетом, а также с лабораторией РИКЕН по проблемам персонализированной медицины. Эта проблема сейчас вызывает достаточно высокий интерес в научном мире. Так, недавно ушедший от нас, британский ученый Стивен Хокинг предсказывал появление новых сверхлюдей, опирающихся именно на возможности персонализированной медицины, а также на возможности редактирования генов. По итогам конференции было высказано предположение о базировании конференции именно в стенах Казанского университета, о постоянном базировании. В данном случае конкурентным преимуществом КФУ является интеграция усилий по трансляции разработок в клиническую практику. Программа ТОП-5100, разработанная правительством России, ставит своей целью усиление конкурентоспособности российских вузов в глобальном научно-образовательном пространстве. В программе участвует 21 вуз страны. Казанский федеральный университет в проекте с самого начала, с 2013 года. Программа рассчитана на 7 лет, то есть до 2020 года. В результате этой программы российские университеты, принимающие в ней участие, должны подняться в международных рейтингах, улучшить все свои показатели. Основная цель даже не в попадании в заветную сотню ведущих университетов мира, что весьма и весьма непросто, особенно если принять во внимание существенную разницу отечественного финансирования науки и стран-лидеров экономического развития. Главное же в данном случае устойчивая, позитивная динамика движения отечественных университетов в конкурентной борьбе за место под солнцем в глобальном научно-образовательном пространстве. Но вот оценивают эти успехи сегодня, в том числе и по показателям глобальных рейтинговых агентств. Казанский федеральный университет вошел в рейтинге Times Higher Education в направлениях физические науки и науки о жизни. Также КФУ впервые вошел в список лучших университетов в направлении науки о медицине. Нам всего лишь 6 лет. Мы родились как институт именно фундаментальной медицины и биологии в 2012 году. И, конечно же, вхождение в рейтинг всего за 6 лет, хоть и на не самые высокие позиции, является показательным наших в целом достижений. КФУ вошел в категорию 501-600 лучших вузов в этом направлении. Особый, скажем так, импульс, конечно же, придала университетская клиника, которую мы пару лет тому назад тоже получили и влили в Казанский университет. И, конечно, плотное взаимодействие между фундаментальными учеными, прикладными учеными, биологами, химиками, физиками и клиницистами и позволило вывести Казанский университет в рейтинг Times Higher Education в этой предметной области. Напомним, что Казанский федеральный университет является лидером в России по направлению образования. КФУ входит в категорию 101-125 лучших вузов, а в направлении искусства и гуманитарной науки КФУ сохраняет позицию в категории 201-250 вузов. Также в рейтинге US News Best Global Universities Rankings Казанский университет продвинулся на 165 позиций, а в направлении науки о космосе вошел в топ-150, заняв 133-ю позицию. Рейтингов много. И к этому рейтингу мы относимся очень пока скептически. Первое, что это скептически, вы же знаете, для любого исследования важна чистота выборки и адекватность методики. То есть то количество вузов, которые там участвуют, и то, что они собираются в открытых данных, оно тоже очень под большим сомнением. То есть есть много европейских стран, которые просто там не представлены, поэтому это смущает. И второй момент, есть понятие конкордации. То есть как ни критикую, допустим, КОЭС и ТИЧАЙ, все-таки, скажем так, они принципиально согласовываются. То есть это означает, что если ты поднимаешься по одному, видна динамика и по другому. И если ты в одном рейтинге хорошо развиваешься по каким-то предметным областям, ну нельзя сказать, что зеркально, но соответствующие изменения есть и в другом рейтинге. То есть это говорит о том, что есть какие-то объективные процессы. То есть они не друг с другом, а на основе фактических данных. А вот этот рейтинг, то есть он ни с одним из мне известных рейтингов не конкордирует. Конечно, очень приятно, что все, что связано с физикой и космосом, мы там почти вплотную, как говорят, подошли к лучшим вузам в этой части. Но я и здесь хочу сказать, что по нашим отчетам, если бы был в КОЭСе предметный рейтинг астрономии, то мы были бы не в 150-е, а мы были бы среди 20 лучших вузов в мире по этому направлению. Две вещи, которые нас очень тревожат. То есть я хочу сказать, почему они тревожат. Если вы помните, когда первоначально, больше там, 8 лет назад Владимир Владимирович пришел на первый срок, и он в этом случае поставил в своих знаменитых майских указах задачу о том, чтобы 5 топовых университетов вошли в топ 100 ведущих международных научно-образовательных центров. И в этом же указе написано, что мы должны усилить свое присутствие в международной базе цитирования Web of Science. И мы всегда считали, что Web of Science – это, скажем, самая чистая база, самая мощная, самая авторитетная. Но, значит, и более того, учитывая, что в социогуманитарной сфере там много нам предстоит работать в области качества, мы специально им говорили, лучше публикуйтесь в Web of Science, там очень высокие требования. Если вы там, уж если они вас взяли, это признак, скажем, высокого качества научной работы и ваших научных результатов. Но здесь рейтинговые агентства, к сожалению, они изменили тактику два года назад. Если раньше это так сильно не прослеживалось, то сейчас они полностью перешли с базы Web of Science, которая контролируется компанией TCHI, ее дочерним подразделением Calivate Analytics, они перешли в систему Elsevier, в систему Scopus. Помните же, у нас тоже была большая дискуссия, там то журналы туда заходили, то выходили, то большая волатильность. Они мотивируют это тем, что социогуманитарные направления, которые традиционно в науке занимают большой удельный вес, к сожалению, в Web of Science представлено непропорционально, поэтому для того, чтобы быть справедливыми, то есть система Scopus, она более адекватно отражает, скажем, структуру тех исследований, которые в мире проводятся по всем отраслям. Это вот первый момент. И мы сейчас, как сказать, как по-татарски разворачиваемся и снова Алга. То есть у нас снова Scopus становится, то есть мы просим приоритетные направления также фокусироваться и в Web of Science, потому что по нашим приоритетным направлениям эти журналы, как правило, индексируются и в Scopus, и в Web of Science. А гуманитариям все-таки больше стараться придерживаться и публиковаться в системе, в базе данных, курируемой Эльзивир, это в Scopus. Следующий момент, который нас это потревожил, если раньше мы ориентировались на среднее цитирование, это когда мы берем общее цитирование и делим на количество публикаций. И было понятно, как ее почистить на самоцитирование, и мы выглядели неплохо. Но сейчас, тоже в последний год-два, они перешли на нормализованный индекс цитирования. Это так называемый FWCI. И здесь вот тот показатель, о котором мы говорим, он еще делится на среднее цитирование в соответствующей предметной области. И вот хочу сказать, что вот здесь два фактора тоже сыграли, скажем так, против нас. В первую очередь, когда ты много публикуешь, нельзя ожидать, что она сразу же даст тебе большое цитирование. Понимаете? То есть, поэтому из-за того, что количество статей у нас растет, и мы действительно, то есть это по нашим планам так и должно быть, то в этом плане показатель, поскольку это делится на количество статей, цитирование, соответственно, раз знаменатель растет, сам показатель в целом должен падать. Ну и второй момент, хочу сказать, что мы в социогуманитарной сфере, она у нас занимает большой удельный вес, у них всегда самоцитирование очень большое. То есть, вот что такое самоцитирование? Самоцитирование, самоцитирование рознь. Вот мы большой университет, и, например, конечно, если один институт это себя же цитирует, это одно, но мы же пытаемся сейчас развивать междисциплинарные исследования, и поскольку мы одно юридическое лицо, цитирование, например, айтишников нашими гуманитариями, или медиков, или проведение там совместных публикаций, то есть оно работает вот в этом плане против нас. Поэтому вот этот второй фактор, на который мы влияем, и поэтому стратегия сейчас стоит, вот скопус это раз, дальше качество статей, это, то есть мы вышли уже, слава богу, вот самое большое достижение, мы стали видимыми, то есть по количеству это, вот я сейчас как раз пришел только от ректора, я докладывал, что мы вышли на уровень Московского государственного университета 2013 года. Поэтому это тоже большое достижение, то есть практически по всем направлениям мы нарастили больше, чем в 10 раз публикации. И теперь стоит задача качества, и третья задача стоит в том, чтобы налаживать больше коллабораций, то есть стоит задача не только публикаций, но и пропаганда научных достижений. В сфере космических наук в КФУ ведется плодотворная работа. Мы определили одно из основных направлений университета и создали стратегическую академическую единицу «Островызов», которая в настоящее время объединяет два центра, как мы считаем, мирового уровня, и в состав которых входят 11 лабораторий. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Контекст» телеканала Универ-ТВ. И в контексте всего вышесказанного хотелось бы добавить, что не так важны рейтинги, как наши с вами здоровье. Самое главное, не болейте. И какими бы ни были прекрасными наши медицинские учреждения, желательно все же как можно реже их посещать. Всего доброго. Велопрограмму Эльдар Каримов.